Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист, и вы слушаете «Уютную историю». В сегодняшнем выпуске обсудим заговор против императора Павла Первого. В 1801 году наследнику российского престола Александру Павловичу было 24 года. Он чувствовал, что готов управлять государством. Между ним и троном стоял только один человек – жалкий отец, которого все вокруг ненавидели. Часть первая. И ты, Брут. Павел Первый совсем недолго возглавлял государство – с 1796 года. Но за эти несколько лет он успел восстановить против себя всех придворных, совершенно распустившихся при Екатерине Второй. Император заставлял богатых землевладельцев платить чувствительные налоги и приказывал сечь их розгами за убийства, разбои, пьянства, развраты и служебные нарушения. Аристократия не могла простить Павлу антиолигархических нововведений. Император был обречен. И лидером оппозиции стал старший сын Павла, великий князь Александр. Оторванный от отца в младенчестве, воспитанный царственной бабушкой в полусказочном мире и, кажется, потерявший всякую связь с реальностью. Великий князь плавал в сладком тумане осознания собственной исключительности, обожествления своего предназначения на этой земле и бесконечного презрения к Павлу, которое передалось ему от Екатерины. Профессор Джанет Хартли сообщает. Не опасаясь какой-либо прямой угрозы со стороны сына, Павел стал более подозрительным. Когда он увидел, что Александр оставил экземпляр вольтеровского брута, открытым на странице, описывающей убийство Цезаря, он приказал, чтобы его сыну был представлен экземпляр истории Петра Великого, открытый на странице, описывающей смерть царевича Алексея за измену. Тем временем вокруг Александра собрался кружок заговорщиков. Обсуждали они прекрасное будущее России без Павла. Встречи молодых друзей, самому старшему было 35, кипели благородными страстями, воодушевление пьянило, как хорошее шампанское. Вот небольшой отрывок из письма Великого князя Александра наставнику Лагарпу, с которым он делился самым сокровенным. Часть 2. Говорят, что Александр, планируя заговор, просил исполнителей сохранить жизнь отца. Он собирался бросить его в Петропавловскую крепость, как когда-то Петр I и царевича Алексея. Однако граф Палин лишь усмехнулся в ответ. Господа, вы же знаете, что для того, чтобы приготовить омлет, необходимо разбить яйца. Историк Сергей Мироненко уверен, что высказывая подобную просьбу, великий князь вел себя лицемерно. Александр не мог не сознавать, чем могло закончиться все дело, чем оно вообще кончалось в России. Тем более, что его дед Петр III был убит заговорщиками, сторонниками Екатерины, спустя всего лишь восемь дней после свержения с престола. Итак, заговорщики ворвались в спальню императора в начале 1-го 12 марта 1801 года. В темноте Павел принял одного из нападавших за сына и отчаянно воскликнул «И ваше высочество здесь!». Но Брут в этот момент был наверху над покоями государя, полностью одетый и бодрствующий. Великий князь ждал исхода дело, пока на нижнем этаже, прямо под его ногами, вооруженные и хмельные исполнители расправлялись с его родным отцом. Жестоко ударили табакеркой в висок, затем задушили. Ранним утром к Александру вбежал раскрасневшийся, разгоряченный убийством граф Палин и крикнул «Все совершилось!» «Что совершилось?» – спросил Александр в полуобморочном состоянии. «Ваше величество, все совершилось!» – повторил Палин. И тут Александр стал понимать, что к нему обращается как к императору «Ваше величество». Он разрыдался, на что граф Палин сказал. «Хватит ребячиться, ступайте царствовать!» Новоиспеченный император вышел на балкон к народу и дрожащим голосом объявил. «Все при мне будет, как при бабушке». И он выполнил обещание. Дни Александровых прекрасное начало стало концом по-настоящему народных реформ Павловской эпохи и возвращением к архаичному абсолютизму Екатерины Второй. Какой контраст с юношескими либеральными мечтаниями Александра. Часть третья. Тень отца Александра. Император Александр Первый правил России долгие годы, однако тень отца преследовала его и других сыновей Павла на протяжении всей жизни. Чувство вины отравило государю все удовольствие от власти. Князь Адам Черторыйский, близкий друг Александра, вспоминал. «Великий князь предался самой сильной скорби, самому острому отчаянью. Мысль, что он был причиной смерти отца, была для него ужасна. Он чувствовал, словно меч вонзился в его совесть, и черное пятно, казавшееся ему несмываемым, навсегда связалось с его именем. Целыми часами оставался он один, молча, с угрюмым неподвижным взглядом. Это повторялось ежедневно. Он никого не хотел тогда видеть подле себя». В России было запрещено обсуждать гибель Павла Первого. И потому настоящим шоком для Александра стало осознание того факта, что весь просвещенный западный мир осуждает его, вспоминает публицист Николай Иванович Грич. «Когда после сражения при Кульме приведен был к Александру взятый в плен французский генерал Ван Дамм, обогревший руки своей кровью невинных жертв наполеонового деспотизма, император сказал ему об этом несколько жестоких слов. Ван Дамм отвечал ему дерзко, «Но я не убивал своего отца». Ни труды государственные, ни военные подвиги, ни самая блистательная слава не могли изгладить в памяти Александра воспоминаний о 12 числе марта 1801 года.